Для меня это экономически неоправданно, да, то есть получается, что там, где бежит толпа, там, где высокий хайп, там, где нет разумного какого-то рассуждения, подсчетов, ну, то есть просто вот берем листочек и на листочке начинаем считать, то это приводит к тому, что решение принимается на основе эмоций, каких-то ощущений. Чтобы прийти и сказать, это мое, мои четыре стены, что хочу, то и сделаю, захочу, снесу, мое, никто не претендует, никто на улицу не вышвырнет, переезжать не надо будет, от кого-то зависит, какие хочу шторы, такие вешаю. Мы, например, в моей семье приняли решение, что мы этого не готовы, ну, мы лучше эти деньги направим на развитие интеллектуального капитала детей, когда люди говорят, здесь слишком много вводных, а если будет высокая инфляция, а если доллар будет по 300, а если нефть будет по 10, а зачем мне это нужно, да, то есть здесь я хотя бы припаркую деньги, но в конце концов, там, свои, на 50-60 тысяч рублей я непосредственно сдам. Но здесь вариант, как, я, например, с мамой тоже когда это обсуждал, да, я не хочу этих рисков нести, а зачем это мне надо, а вот это вот есть, зачем мне на старость лет эти все нервотрепки, с которыми я сталкиваюсь, я хочу это все спокойно получать, жить, да, и ни на кого не рассчитывать, ни от кого не зависеть. Тоже хорошая точка зрения, имеет право на существование, каждый выбирает для себя сам. Опять же, при прочих равных условиях здесь можно высвободить какой-то ресурс, окей, не в акции, но можно направить на обучение, можно направить на то, чтобы за 3-5 лет раскрыть себя и выйти на какой-то активный уровень дохода, да, там, я не знаю, в 200-500 тысяч рублей. Окей, спокойно. И опять, люди сидят, кто-то получил, да, ну, то есть, это же все равно актив, это же все равно стоит денег. И самое главное, да, то есть, вопрос, каких денег стоит, то есть, какая площадь квартиры, какая площадь недвижимости. Тот уровень жизни и комфорта, который я обретаю в настоящий момент, например, мое решение мне больше нравится, чем, опять-таки, у моих бывших однокурсников, однокашников, кто покупает квартиру в ипотеку, да, у них получается, что в период, когда есть ресурсы и возможности для очень классного, сильного карьерного роста, особенно, когда это какие-то крупные компании, типа, там, я не знаю, Сбербанка, типа ВТБ, когда можно перемещать, типа тройки делал, в которой я работал, открытие, то есть, когда можно поднимать где-то бизнес, да, или переезжать в более состоятельный регион, куплена квартира, куплена в ипотеку, да, и ты просто теряешь мобильность, причем существенно теряешь мобильность, начиная от скорости продажи недвижимости, заканчивая переездами и другими вещами, и получается, что вот эта вот надежность, спокойствие, безопасность, в конечном счете приводит к тому, что это, там, раз, там, гиря 32 килограмма, одну руку, вторая гиря 32, там, ипотека, раз, ребенок родился, два, второй ребенок родился, три, первый пошел в садик, в школу, уже все понятно, знакомо, четыре, все, и вот у тебя вот это по рукам и ногам, и ходишь с вот этими вот гирями передвигаешься, и на кухню, которую в квартире сделал, да, денег не хватило, поэтому взял потребительский кредит, чтобы кухня была такая, какая я хочу, и техника милей была, примерно так и происходит, да, и вот супруг сидит с гирями, супруга сидит с гирями, и говорят, блин, жизнь плохая, платят мало, ничего мы сделать не можем. Максим, в какой реальности вы живете, средняя зарплата у вас 100 тысяч рублей, это в вашей Москве 100 тысяч рублей зарплата есть, так что же вам мешает-то нашу Москву сделать вашей Москвой? Я, кстати, благодарен буду, если будет какая-то аргументированная противоположная позиция, я говорю, у меня за мою жизнь, мы подсчитывали 7 раз, происходила смена места жительства, из Казани в Воронеж, из Воронежа в Москву, из Москвы в Адлер, Сочи на ковид, потом обратно в Москву, да, и каждый раз новый уровень жизни, для меня принципиально является значение, что стоимость аренды в год, который я плачу за квартиру, должна быть в минимум в 30 раз меньше, чем стоимость недвижимости. Сейчас этот показатель в районе 80, да, то есть если взять вот годовую ставку аренды текущего дома, и взять цену этой недвижимости, да, то 80 лет будут оккупаться инвестиции. У меня есть недвижимость, которая получена в порядке наследования, да, а есть и с хозяйственной земля, которая сдается в аренду. Но опять-таки там цена входа была очень и очень низкая. Изъята земля была банком, и банк его продавал, никому не нужна была, стоила копейки, пока через 5 лет не стало вдруг интересно. Сейчас цена выросла. Но опять же, есть и есть, пусть есть, люди работают, выращивают пшеницу, платят аренду. Просто ставка аренды в 2 раза выше цены покупки этой земли. Годовая ставка аренды. Редактор субтитров А.Семкин